Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это ни в коем случае нельзя То есть каждое домашнее животное должно гулять строго на поводке Я вот правда только не до конца понял Да, если кто-то гуляет без поводка с собакой А еще и такой немножко как бы в настроении Что делать? Ну тогда что-то их наверное будут карать как-то Да, вот надеемся, что как-то это будет регулироваться Как-то это будет отслеживаться Наша миссия этой новостью была с вами поделиться Мы ее выполнили А теперь переходим к анонсу выпуска И узнаем, что у нас там сегодня ожидается Давайте поскорей Забег в рамках фестиваля Крымская весна и сбор макулатуры Об этих и других событиях в рубрике День в истории Сразу после выпуска новостей На зарядку становись! Встречаем бодрое утро Вместе с Надеждой Пархуновой Сегодня тренируем руки Затем будем говорить о творчестве В студии нашего утра Заслуженный артист Амурской области Борис Боровиков И директор АУДНТ Анна Филоненко Сегодня астрологи советуют Не мечтать и фантазировать А сосредоточиться на реальных задачах Гороскоп для каждого знака зодиака Не пропустите В завершении программы Узнаем, как россияне Относятся к пластической хирургии Опрос провел Всероссийский центр Изучения общественного мнения Ну а сейчас сделаем небольшую паузу И посмотрим новости Что интересного там Наши коллеги уже готовы рассказать Мы продолжаем наше утро Напомним, что сегодня у нас уже четверг Рабочая неделя подходит к концу Алина Спаская в студии Алексей Римон тоже У нас 16 марта И мы заглядывая в календарь Готовы поделиться кое-чем интересным В календарь праздников мы сейчас Конечно же заглянем Астрологический календарь Но спопозже Погодный тоже Поэтому сейчас время для праздников И памятных событий Которые произошли в этот день 16 марта Начнем с дня цветных карандашей Который отмечается сегодня Ну вообще за все годы истории Карандаш цветной потерпел Такую трансформацию Он как только не назывался Что называется Сначала был уголь и графит Только лишь Потом серебряные и свинцовые карандаши Появились Потом итальянские Что представлял собой Черный сланец Или сженая кость Вот так вот Пишущий материал этот назывался Необычно А потом уже в 20 веке появились цветные карандаши Которые сейчас во многом помогают и в детском творчестве И в подростковом Да и во взрослом Пусть такие яркие краски Они привнесли в жизнь каждого творца И я думаю, что это все-таки хороший сегодня день Хороший праздник Я думаю, что если вы любите рисовать И у вас дома где-то завалялись цветные карандаши Можно взять листа 4 Белый можно взять цветные карандаши И что-нибудь там нарисовать Или раскрасить Или раскрасить, да Вот, например, можно нарисовать потепление на улице Может, ну, хотелось бы Эта серость уже начинает поднадоедать А, например, можно еще подрисовать ракету Ну, там скоро день космонавтики У нас есть как раз еще праздник сегодня об этом Вот, кстати, да Можно нарисовать летающую ракету Летящую, точнее, ракету На жидком топливе только обязательно Потому что именно сегодня В 1926 году Была запущена первая в мире ракета На жидком топливе Представляете? В 1926 году впервые ракеты на жидком топливе запустили А потом потихонечку Трансформация тоже была Трансформировались И полетел уже потом человек в космос Все верно Сейчас космические пространства покоряются Ну, мне кажется, в геометрической прогрессии Все это как-то развивается Надеемся, что скоро на Марс полетим Ну, не мы с тобой, а вообще люди Ну да, было бы странно, если бы мы без подготовки полетели на Марс Но все-таки наша Амурская область космическая Как ее называют, поэтому нам есть чем гордиться, естественно Еще сегодня отмечаются неофициальные праздники Мы сейчас переходим как раз к ним День ты все делаешь правильно Хороший праздник Вот что бы ты ни делал сегодня Ты не делал, вы не делали, друзья Все правильно Все так, как должно быть Вот прям никто вас ни за что не может упрекнуть Но только если вы будете делать что-то злое и плохое Тогда эта поблажка для вас не работает Учтите этот факт Еще сегодня праздник День туши для ресниц Это уже вас можно поздравить Да, великое изобретение, конечно же Раньше вот тоже угольная тушь Вот это было, на которую плевали Вот так, знаешь такую историю, Леша? Нет, нет Вот так плевали, значит И потом, что лучше красилось И потом вот так вот глаз Это был прям атрибут Слушай, а если, допустим, вот девушка поехала на природу Ну, там наши шелыки с палаточкой Утром встала такая, думает Хочу быть красивой Уголь, получается, можно взять из мангала Ну нет, уголь Не углем она себе Не на уголь же плевала А тушь такая была, на которую плевать И угольная, да, черная ресница Так я далек от всего этого Леш, ничего не понимаешь? Ну, понятно, ладно Вообще, в общем, девушки Спасибо создателям туши Они делают нас Мы так прекрасны Но чуть-чуть еще красивее Потому что по утрам вот Надо немножко разбавить А если, кстати, утром вы сильно быстро собирались И один глаз накрасили тушью, а второй нет И вас люди спрашивают А что это за новости такие? Вы говорите А вот сегодня день спонтанности Просто отмечаю Поэтому вот решила Вот так вот спонтанно сегодня накраситься Ну и в принципе, Леш Мне кажется, если ты накрасил только один глаз Сегодня как раз такой день Чтобы быть днем без селфи Ну, потому что селфи как бы С недокрашенным глазом делать совсем не обязательно Поэтому откажитесь сегодня от селфи Фотографируйте Просто вот так Еду, как раньше Вот с чего все начиналось Или попросите кого-то вас сфотографировать Потому что вот весна Ну что, пора делать весенние фотографии Сейчас только снег у нас сойдет Когда-нибудь И мы сразу же в бой Да, действительно, с нетерпением ждем потепления Поэтому надеемся, что снег действительно сойдет Уже в самые ближайшие дни Ну а сейчас, пользуясь случаем Предлагаю окунуться в историю Амурской области И посмотреть, что же такого памятного случилось Именно в этот день, 16 марта В свободном обнаружили артиллерийский снаряд за гаражами Район, где нашли боеприпасы, цепили На место выехали спасатели, милиция, ГИБДД, ФСБ и скорая помощь Тревога оказалась ложной Снаряд калибром 105 мм оказался учебным и угрозы не представлял В областной столице открыли 9-й городской фестиваль «Театральный Благовещенск» На подмостке вышли профессиональные актеры и любители Участвовать в конкурсе могли лицедеи всех возрастов Радовали зрителей игрой и представлениями до 27 марта В 2018 уголовное дело в отношении руководителя компании «НЭП» и «Горизонт» передали в суд Амурский застройщик и два его работника присвоили более 58 миллионов рублей обманутых дольщиков Злоумышленники с марта 2011 по июнь 2013 заключили договоры с 70 людьми Организатору строительства грозило 10 лет лишения свободы Первый весенний забег в рамках фестиваля «Крымская весна» организовали в Благовещенске в 2019-м Мероприятие провели в честь воссоединения России и Крыма Бежали по набережной Амура в Благовещенске Студенты вузов и колледжей могли принять участие в спортивно-исторической игре «Мы вместе» Ее проводили в областном доме народного творчества Акцию по сбору макулатуры организовали в областной столице Инициаторы – студенты отряда лесника с Дальневосточного аграрного университета Бумагу, журналы и коробки приносили в организованный пункт приема Материалы принимали и в двух городских школах От учащихся поступило более двух тонн Для самых активных участников Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности подготовило призы – велосипед и гироскутер Вот есть ощущение, что какое-то утро сегодня особенно бодрое Мы с Алиной прям вот с самых первых минут записи нашего эфира Прям вот такие воодушевленные Взбодрились Взбодрившиеся А все почему? Потому что я лично утром сделал зарядку Получается, что я тоже Даже если я ее не делаю, я вам так обязательно скажу Ну смотрите, я получается зарядку сделал Потому что я смотрю, как Надя Пархунова эту зарядку выполняет и повторяет А, ты хитрый А тебя, видимо, я зарядившись физически, зарядил энергетически Вот это получается, как вот Потоком Потоком энергии Да, так что передавай дальше Ну, кстати, кто еще не зарядился Вдруг вы еще такие сонные сидите Не знаете, как этот день правильно начать Мы вам даем отгадку Чтобы утро было спортивным и бодрым Что самое главное Сейчас смотрите следующую рубрику Она называется «Бодрое утро с Надеждой Пархуновой» Наша коллега подготовила для вас некие спортивные упражнения Чтобы как-то проснуться и взбодриться Давайте посмотрим Доброе утро, друзья Бодрое утро И сейчас мы снова продолжим с вами нашу жизнь сделать бодрее, здоровее И сегодня, в преддверии лета, будем делать упражнения на руки Потому что легкие сарафаны, футболочки должны показать наши готовые к лету красивые подтянутые ручки Наели мы хорошо и за масленицу, и за зиму жирок Надо бы нам немножко руки привести в порядок, чтобы сарафанчики и футболочки Девочки особенно любят жаловаться на то, что у нее что-то там болтается У меня очень все болтается Поэтому будем делать Но, кстати, мальчикам это тоже не повредит, правильно? Не повредит никому Итак У нас есть с вами гантельки Но, опять-таки, вспоминаем, что в домашних условиях мы можем использовать бутылки с водой С писком? С писком, да А можно купить? Берем гантельки Я беру самые легкие, потому что я начинающий спортсмен Клечки красиво развернуты, спинка прямая Просто вытяните ручки вниз, расслабьтесь И начинаем наклоняться, спинку развернула, плечи развернула И начинаем наклоняться Вперед? Надя, да Просто наклоняемся вперед, оттягиваем чуть-чуть таз назад И коленочки сами согнулись Ага, отлично Теперь локти прижало к корпусу И толкайте назад, как будто вы на лыжах с маленькими палками То есть вас поставили на лыжу, но палочки дали почему-то маленькие Толкаем на выдох, корпус не поднимаем И при этом тело направляем вперед, еще вытягиваем вперед Все так непросто, вот казалось бы, да? Выглядеть со стороны просто непросто Каждый раз, выпрямляя ручки, прижимаем себя еще к полу, более горизонтально Отлично Ну и что, где у нас напряжение? Вот в этой части рук Верно, трицепс работает Вот в этой части рук, так Если это тяжело, 10-12 повторений первую неделю Ну а потом можно добавлять Ну вот эту мы чуть поработали, а вот тут вот этот киселечек Киселечек, это бицепс руки Бицепс Хорошо Поднимаем руки, сгибаем в локтях, разворачиваем Да, кисти не закручиваем Да, здесь только разворот в локте Опускаем вниз, разворачиваем в обратную сторону Поднять можно чуть быстрее на выдох Опускаем на вдох Ну совсем легко, здесь можно что-то потяжелее взять? Бицепс в принципе Более сильное, да, наверное? Нет, не настолько сильнее, чем трицепс Ну если девочки носят много сумок домой Тяжелых, то, наверное, у них бицепс сильнее Я, кстати, хочу сказать, что именно с буржали Ты начинаешь думать о разных вкусностях И жилить об этом очень сильно Вот так вот Точно так же, 15 Здесь самое главное, чтобы локоть был прижат к корпусу Ни в коем случае не выносим локти вот так вперед Иначе по физике у вас нагрузка уходит на предплечье А нам нужно, чтобы уходило на бицепс, верно? Вот помните, какая была погода позавчера? А вчера? Плохая, помним Но неплохая на самом деле Холодная, ветренная Серая какая-то вот такая вот Непонятная, да Вот сегодня такая же будет Очень утешительный прогноз погоды, Леша Нет, нет, он честный Давай настроим на какой-то позитивный лад И скажем, что на выходных, друзья Их надо дождаться, всего два дня осталось Там будет плюс 11 Представляете, это почти лето вообще Я понял, почему так Погода специально вот сейчас как бы нас Сильно не разбалывает, да, вот такой теплой погодой Она как бы нас держит в такой, в нейтральной позиции Зато на выходных она нам даст полный карплан Чтобы мы там покайфовали, погуляли В общем, на выходных будет, да, тепло, это точно А вот будет ли тепло сегодня или, ну так себе Или может быть хотя бы чуть-чуть солнышко появится Сейчас узнаем Давайте, включайте уже прогноз погоды Стилизованные народные песни и танцы Северный этнический вокал Игра на традиционном варгане Все это этно-амурский стиль И по этому поводу даже готовится концерт Который мы с вами сможем увидеть в Амурском Областном доме народного творчества Что для нас подготовили артисты Какие нас ожидают сюрпризы Расскажет гостья нашей студии Сегодня в программе «Наше утро» Директор АОДНТ Анна Филоненко Доброе утро Доброе утро, Анна Андреевна Вы заявляете этот концерт как традиционная культура И новейшие технологии Вот что это за смешение, что это за такая коллаборация Расскажите нам Вообще у нас накопился такой богатый опыт Работы именно с народной культурой Потому что у нас очень много коллективов Пропагандируют народное творчество Мы поем, танцуем в народной хореографии В народной манере Но при этом, благодаря, наверное, все-таки Надо сказать спасибо Министерству культуры Российской Федерации За их глобальные идеи И благодаря проекту, придуманному в России К нам зашла в Амурскую область Школа креативных индустрий А благодаря этому, соответственно, к нам пришли Суперпедагоги Которые креативные От мозга костей, наверное, до кончиков пальцев И они как-то заражают своей вот этой энергией креативной Наше народное творчество Поэтому ребята выйдут в нетрадиционной манере для себя И это будет впервые То есть это смешение, действительно, традиции Вот, ну, тот же самый барган, даже вот эта штука И вот, что мы видим сейчас на экране У нас вот тут диджей Я знаю, что и диджейнгу тоже там учат у вас В школе креативных индустрий И, ну, примерно вот это И будет как-то все интегрировано вместе Он танцует русскую народную Русские народные танцы И поются традиционные, красивые наши песни О, боже, это как надо вот такое было все осуществить, да? Чтобы все это в такой единый продукт выразилось Сколько подготовка шла? Долго? Подготовка идет уже, ну, заканчивается второй месяц Мы как-то вот после январских праздников задумали эту историю И это же надо было записать фонограммы Это надо было, это не просто отрепетировать, да, там танец Здесь надо совместить, да, вот это все Вообще на сцене будет много экспериментов Будет ни одна сцена, ни один экран Это будет все трансформироваться в процессе У нас даже, открою тайну В процессе будет даже сидеть народный мастер Мурской области на сцене и в русском блоке Что-то делать, творить своими руками И все зрители, все люди, которые сидят в зале Будут наблюдать за этим процессом И наслаждаться нашей музыкой Так, я условно хочу стать одним из зрителей Куда идти, во сколько, где брать билеты И есть ли они вообще еще в наличии? Билетов осталось на самом деле не очень много Буквально там может быть 20 штучек 18 марта, пятницу, 18.00 18.00 в 18.00 надо прийти к нам в Дон народного творчества И посетить это уникальное мероприятие Наверное, это будет один раз пока эксперимент Премьера, да? Да, его повторить очень сложно Потому что это все будет рождаться прямо на сцене Там очень много импровизации Поэтому каждый такой концерт, он уникальный Ну то есть да, я правильно понимаю, что если вы задумаете Вдруг в будущем повторить, то это будет немножко уже другая история Немножко по-другому, да Сто процентов Интересно Я на самом деле вот сейчас все это слушаю Примерно понимаю, что ну вроде бы как бы на слух ты представляешь Что там будет, но по факту лучше это все один раз увидеть Чтобы понять действительно, как эти вот культуры, ну вот наши Смешать и что получить в итоге, да? Да В общем, да, вот я даже объяснить не могу В общем, короче, надо идти и смотреть А какие коллективы будут представлять вот эту программу? Представлять будет заслуженный коллектив народного творчества России Ансамбль «Мы», амурский народный хор с оркестровой группой Что самое главное выйдет, они давно не выходили таким большим составом на концерт В этом году им 65 лет Это будет еще одна история у нас в этом году Выйдет, естественно, и Венкийский большой блок Наша этнопевица Ангелина Сафронова Ансамбль серийного танца «Дюгалдын» Выйдет очень много коллективов Короче, наверное, проще перечислить тех, кто не выйдет, да, наверное? Да, наверное, таких нет там Всех собрали, всех объединили Ну то есть, наверное, в процессе этого подготовки к этому концерту Ребята, вот молодежь со школы креативных индустрий Они знакомятся с народным творчеством? Да, они знакомятся с народным творчеством А те, кто занимаются, собственно, народным творчеством, они вот с такими глазами О, а так можно? Неужели? Это ж прикольно для них Это ж молодежь Вроде бы у них предметы, да, которые они изучают Это там классика, народный танец А тут им предлагают народный танец совместить с тем, что Они любят свободное от учебы время Послушать музыку вот такую современную И все это сейчас совместится, будет очень классно Ну все, приглашаем всех наших телезрителей 18 числа в 18.00 в Амурский областной дом народного творчества А теперь давайте поговорим с вами о конкурсе детского художественного творчества «Юность Амура» У нас чуть-чуть времени есть, думаю, успеваем затронуть Параллельно мы ведем работу, принимаем заявки сейчас на большой фестиваль «Юность Амура» Который у нас пройдет с 24 по 26 марта Это следующие выходные Два дня мы будем отсматривать наших участников А 26 марта, воскресенье, будет большой голоконцерт Участвует очень много коллективов А как стать участником? Нужно подать заявку, зайти к нам на сайт Прочитать положение, посмотреть, куда отправить заявочку И мы с удовольствием отсмотрим И, возможно, мы попадете в голоконцерт Потому что очень большое мероприятие Красивое, в юбилее области, 165 лет Участников много со всей области И есть уже заявки из севера И все с удовольствием едут на такие мероприятия Самое главное, что это не платное мероприятие Никаких взносов мы не берем Это просто шанс показать себя, да? Да, благодаря поддержке Министерства культуры и национальной политики Нашей области Такие мероприятия проводятся И они собирают хороших людей Но вот с учетом того, что мероприятие уже, грубо говоря, через неделю Еще есть время подать заявку Да И мы знаем, что есть разные категории То есть, да, есть номинации, вокал, танцоры, цирковое Насколько я понимаю, искусство Да, очень много номинаций Самое главное, это все для молодежи До 16 лет все могут участвовать Так, ну что, дорогие наши молодые зрители Пожалуйста, заходите на сайт Правильно понимаю? Да, заходите на сайт, смотрите положение Амурско-областного дома народного творчества Положение смотрите, изучайте Ну, у нас же от 12, да, как я вижу, лет до 16 Читать уже должны уметь и интернетом пользоваться тоже Поэтому заходим, смотрим И подаем заявку, время еще есть Да, обязательно Так, ну у вас такой насыщенный март в целом получается, да? Прям его вторая половина Мы вам желаем, конечно, только успехов во всех ваших проектах Без исключения, чтобы все прошло при полных аншлаговых залах Спасибо большое Вдохновением каким-то И, конечно, побольше вам вот таких вот проектов Где объединяется то, и другое, и третье, и четвертое Еще и молодежь присоединяется Вообще Все, спасибо большое вам Спасибо Ну, а мы в продолжении нашего утра, как всегда, поговорим о новостях Потому что коллеги мне сообщают, что у нас что-то интересное есть У тебя что-то в ухе есть? Нет, ничего У нас новые технологии Я просто хотел сделать, как всегда Понятно, понятно Но после чего сразу же вернемся в студию нашего утра и продолжим эфир Не скучайте Доброе утро Еще раз говорим всем тем, кто только что присоединился к нам В студии Алексей Риман, Алина Спаская И в этой части программы мы традиционно переворачиваем астрологический календарь И узнаем, что же звезды нам говорят сегодня У меня есть ощущение, что каждый четверг звезды примерно намекают на одно и то же Они говорят о том, что нужно быть максимально сосредоточенным Что нужно доделывать все свои рабочие дела Вот если вы думаете, что я это все выдумываю Нет, я вам сейчас вот прям прочитаю Сегодня старайтесь все важные решения принимать самостоятельно, не ожидая от других подсказок и советов Это нам говорит о чем? О том, что нужно вот сесть, понимаете, абстрагироваться от всего и работать Работать, чтобы на выходных со спокойной душой отдыхать Я это так воспринимаю А еще они говорят, что нужно сегодня не обращать внимание на свои чувства и какие-то переживания Нужно просто прислушаться к подсказкам из какого-то внешнего мира И, возможно, своей интуиции к внутреннему миру То есть вот так вот все звезды нам логично показали, раскидали Я понял, где искать подсказки? Где? А вот сейчас, через пару мгновений, когда будет более подробный гороскоп для каждого знака зодиака Вот вам первые подсказки на сегодня Давайте Ага Смотрим Изучаем Овны Звезды предсказывают день с положительной динамикой на успех Обязательно реализовывайте планы, на которые раньше делали ставку Тельцы Сегодня вам нужно чаще слушать свое сердце Хотя и близкие друзья могут создать негативное настроение Постарайтесь сохранять спокойствие Близнецы День обещают случайные, но очень перспективные знакомства Они окажут позитивное влияние на рабочие процессы и личную жизнь Раки Сегодня разрешается использовать новые методы в работе и меняться внутренне Все это принесет огромную пользу, причем в финансовом плане Львы Не исключены сделки и контракты, которые следует рассматривать внимательнее Не следует рассчитывать на финансовую помощь Полезно найти подработку Девы Если вы будете чересчур самоуверены и напористы в общении с людьми, то получите небывалый отпор Обратите внимание на свое поведение Эмоции хлещут через край Весы Этот день мало подходит для подвигов Поэтому ограничитесь культурой поведения и мирным общением Скорпионы Вас ждут не только яркие встречи, но и море приятных сюрпризов Удастся заключить сделку, найти достойных партнеров Стрельцы Что касается перемещения, то выбирайте короткие поездки Хотя в дороге есть шанс узнать больше информации, чем дома или в офисе Козероги Тем, кто занимается бизнесом и торговлей, день принесет головокружительный успех В любовной сфере опасайтесь завистников Водолей Преграда на пути к цели появится в неподходящий момент Но вы справитесь с натиском Деловая занятость благоприятно отразится на здоровье Рыбы Вам необходимо отказаться от дорогих и крупных приобретений Они всерьез ударят по кошельку Профессия артиста Она такая яркая, такая интересная Такая местами неожиданная в каких-то своих ипостасях И самое что главное, она интересная Да, сегодня у нас в гостях человек, с которым мы поговорим о народном признании, творческом пути, сольных концертах Это заслуженный артист Амурской области, солист Амурской областной филармонии Борис Боровиков Доброе утро Доброе утро, друзья Доброе утро Борис, давайте с вами поговорим о профессии артиста как таковой Да, это все-таки профессия Это не как люди, многие возможно подумают, что это хобби Да, но люди, может быть, к ней не всегда относятся серьезно, скажем так То есть они понимают, что есть профессия докторов, пожарных, которые выполняют важные глобальные задачи какие-то А вот профессия артиста, это же тоже очень сложно, вот расскажите немножко о ней Я согласен с вами Дело в том, что вот когда у людей у всех праздники, всенародные, профессиональные праздники, мы все отдыхаем Мы сидим дома, либо идем в театр, на концерт, да, в кино И обычно в эти дни всегда артисты работают То есть для меня выходным днем чаще всего бывают обычные будни-серый день Когда другие люди работают Когда другие люди работают, да А на все праздники, на Новый год, на 8 марта, на профессиональные праздники На дни рождения, да, на юбилеи, на свадьбы Артист всегда работает И неважно, какое у него настроение Плохое, хорошее, что-то болит Или где-то, что-то может быть, недомогание какое-то Что-то случилось, да, возможно Ты обязан идти и работать, и нести людям радость И никто не должен даже заметить, что тебе плохо Поэтому, действительно, это сложная профессия Но очень хорошая Я бы даже, наверное, сказал, что профессия артиста Это отчасти предназначение То есть артистом стать просто так, наверное, не получится Нужно какое-то внутреннее желание Вот как вы поняли, что путь артиста – это ваш путь? Я вообще не собирался быть артистом С самого детства У меня даже не было мысли Я просто всегда пел Я ходил в школьный хор петь Ходил в хоровую студию, занимался петь Потом, когда стал постарше, ходил в хор петь И когда я уже был студентом Вот, мне сказали Борь, а почему бы тебе не поступить в музыкальное училище? Ведь ты хорошо поешь Но родители почему-то относились всегда к этому Ну, не то, что плохо Но они говорили Борь, ну, ты же не будешь петь Ну да, что это, не профессия, да? Это же не профессия, да Хотя мы все смотрели телевизор Все... Видели, что люди Все нелюбимых артистов видели, да Мне это очень нравилось У меня это всегда получалось, да Ну, ты можешь, конечно, выучиться Но ты же сам понимаешь Ну, где ты будешь здесь петь? Это же надо куда-то ехать Неизвестно что-то Ну да, что за этим стоит А так ты нормальную профессию получай И как хобби для души Потом бой Вот Ну, в итоге так Но вы не послушали никого Я никого не послушал Правильно Я, значит, пошел в музыкальное училище Я закончил Вот И помимо этого я ходил как раз В хоровую капеллу Возрождения Вот А она была при Амурской областной филармонии В то время в филармонии работал уважаемый Замечательный человек Заслуженный артист России Валерий Шибалов Вот И мы часто пересекались Я ходил на все концерты Филармонию Он меня уже знал Слушал Ходил в музыкальное училище На экзамены На прослушивание И вот И когда я уже закончил училище Он говорит Борь А ты не хочешь Ну Работать Петь Я говорю Вообще да Хочу Я всегда мечтал Да Ну почему-то вот с детства Как-то вот внушали Что это не профессия То есть надо посолить А вы хотели внутри Вообще-то да Я хотел Уже хотел И я говорю Ну да Валерий Иванович Да Я говорю Я хочу Он Ну все От тебя только твое желание И заявление Ты уже взят В общем-то Получается так Вот история и началась Да Потому что как бы Все И как я понимаю С тех самых пор Вы все это время Являетесь артистом Амурско-обусной фаламы Да Не уходили ни разу Не брали паузы Ничего Никаких пауз Никаких там отпусков Ничего И с тех пор Я работаю И занимаюсь Вот своим Любимым Делом Это самое главное Чтобы дело было любимым Любимым Борис Ну вот все-таки Давайте поговорим о ваших Ближайших событиях Мы знаем Что у вас планируется Целых два сольных концерта Как у настоящего артиста Расскажите Вот как на него решиться Или для вас В этом нет ничего особенного Ну я хочу сказать Что это большая ответственность Во-первых Но так как я работаю В Амурской областной филармонии И у нас есть Определенный план График План работы То есть я должен Я обязан Давать сольные концерты Сольные концерты Как артист Да Помимо гастролей Помимо сборных Праздничных концертов Я должен давать сольные концерты Но Я не скажу Что это какой-то Для меня там Страх Там или ужас Да То есть Нормальная Ответственная работа Вы вот Я знаю Что вы не боитесь Никогда выходить на сцену Я не боюсь выходить на сцену А как можно бояться Свою работу Если я буду бояться Свою работу Значит Смысл На работу ходить Со страхом С дрожащими ногами Руками ходить на работу Ну а если говорить О не страхе О волнении О присутствии Волнение присутствует Конечно Волнение присутствует Потому что я Чувствую ответственность Чтобы Ответственность Чтобы Ну не было Каких-то Неприятных казусов Чтобы звучал голос Да Чтобы Не было какого-то Неловкого движения На сцене Это ответственность Ну мы вот С Алексеем Часто бываем В имурской областной филармонии Да И мы знаем Что Не понаслышке Что вас Всегда принимают Ну очень хорошо Но зритель вас любит То есть После ваших выступлений Такие аплодисменты Такой шквал Вот Что для вас Это значит То есть Вот это лучшая награда Для артиста Ну естественно Конечно же Самая большая награда Это громкие аплодисменты Овации Признания Вот Потому что Я хочу сказать Что мой зритель Он разный Ну конечно Где-то от 30 Старше В основном В основном От 30 Старше Такая целевая аудитория Ваша Да Вот Ну я думаю Что мой зритель Добрый Душевный И Очень легкий На подъем Я хочу сказать Что если например Я предлагаю попеть Со мной вместе То зритель никогда Не отказывается И они мне помогают Вот знаете Вот этого легкого На подъем Доброго Радушного Зрителя Мы приглашаем На ваш сольный концерт Который совсем скоро состоится В Мужской областной филармонии Поэтому пользуясь случаем Ну вас благодарим За приятную беседу Вас благодарим За то что вы к нам пришли в студию И желаем отличного концерта Чтобы все прошло Когда кстати они состоятся Концерты состоятся В эту пятницу и субботу 17 и 18 марта В пятницу В 18.30 В субботу В 17.00 Вот Билеты еще есть Но их немного друзья Поэтому вот Кто прям является Истинным поклонником Бориса Мне кажется Таких немало В Амурской области Все мигом за билетом А то вам не хватит Или если вдруг Вы его увидели впервые И хотите прикоснуться И послушать То тоже милости просим В ближайшую пятницу и субботу Концерты состоятся Все вам спасибо Дальнейших успехов Вдохновения Ну и конечно Благодарного зрителя Приходите Вещь не из дешевых Пластическая хирургия На самом деле Не все хотят ее себе сделать Вот Алин Ты хочешь нет? Сделать себе Пластическую хирургию Я аж видишь Запнулась просто Нет, никогда кстати не хотела Потому что меня вполне устраивает Мое лицо А ты? Я бы тоже не хотел Меня тоже твое лицо Вполне устраивает И свое тоже И свое тоже Да, поэтому Ну вот сто процентов Нашей студии По крайней мере Тех людей Кто сейчас находится здесь Пластическую хирургию Делать бы себе Не хотели бы Но Есть люди Кто У кого представление Об идеальной внешности Они слегка Другие Кто-то может быть Хочет изменить в себе Что-либо Часть лица Или возможно тела Да Но и вот Всероссийский центр Изучения общественного мнения Он провел опрос Среди россиян И узнал их отношения К пластической хирургии Итоги Будем смотреть? Да Конечно Обязательно Скорее В современном российском обществе Преобладают Нейтрально-отрицательные мнения Относительно Пластических операций Которые улучшают внешность Негативно К таким практикам Относятся 43% Наших сограждан Нейтрально 41% Положительно 15% Наиболее лояльна К пластическим операциям Молодежь От 18 до 24 лет В старшей возрастной группе 60 плюс За пластическую хирургию Выступает только 9% А большинство говорят Об отрицательном отношении 60% Доводы сторонников Пластической хирургии Связаны не только с красотой Хотя именно на возможность Стать красивее И улучшить внешность Указывают 34% Но и с медицинскими показаниями 23% А также с возможностью Устранить дефекты Изъяны 22% Еще 18% Убеждены Что операции Помогают повысить самооценку И стать увереннее в себе 15% указали на личный выбор человека Распоряжаться своим телом Вариант Сохранения молодости Назвали 8% Аргументы противников Пластических операций Лежат в иной плоскости Ключевым здесь стал вариант Каким родился Каким создала природа Бог Таким и надо быть 32% Чужой опыт Пластических операций Россияне оценивают Скорее Оптимистично 59% Указывают на положительные изменения Во внешности своих знакомых Которые делали такие операции Не заметили Особых перемен 16% Столько же указали На отрицательные изменения Хочется закончить нашу передачу Известные песни До свидания Все было как было Но было-то неплохо Согласись Было отлично Было отлично Я сейчас задумался над тем Когда-нибудь же закончатся эти песни Которые ты поешь Изредка В завершении нашей программы У меня широкий репертуар достаточно Слушай, я Алексей Риманатамурат Поэтому Алину Спасскую готов слушать До бесконечности Это как прекрасно Ты, мне кажется, первый человек Кто мне об этом сказал Вот поэтому я искренне тебя благодарю А вам желаю хорошего дня, друзья Мы обязательно еще встретимся Да? Да, конечно В скором времени В ближайшем будущем Этой весной Обязательно Все, до новых встреч Пока Редактор субтитров А.Семкин